Это программа интервью, и мы продолжаем говорить о том, как сфера культуры будет работать и работает в новых коронавирусных реалиях с директором областного департамента культуры Еленой Майор, Елена Владимировна. Ну, собственно, давайте теперь непосредственно о новых правилах, которые предъявляют к учреждениям культуры. 17 августа, как мы знаем, открылись музеи. Сложно ли им самым первым было соблюдать вот эти требования от Роспотребнадзора? Ну, я бы сказала, что не совсем самым первым, потому что первые у нас открылись со 2 июля библиотеки в формате выточек, может быть, это не так массово как бы афишировалось, но тем не менее, да, действительно, музеи открылись, так как они были уже практически готовы к открытию, то есть у них практически все меры безопасности были соблюдены, поэтому как только оперативный штаб принял положительное решение, так сразу же 18 августа они распахнули свои двери для жителей. Во-первых, они сделали большой подарок для жителей, они сделали бесплатный вход на выставку «40 тысяч лет и зим. Многолетний сон мамонтенка Любы». Эта выставка была реализована в рамках нацпроекта, начало у нее было в феврале месяце. Это межрегиональный проект из Ямала-Нинскоавтономного округа, и завершение как раз пришлось на период пандемии. Мы продлили, сделали бесплатный вход, это очень хорошо и позитивно хотя бы расслабило наших посетителей. Далее, сейчас готовится очень много новых проектов, вот, например, уже достигнута договоренность с Центром современного искусства РосИЗО, и мы будем делать проект, 27 ноября мы его откроем, «Память поколения», это как раз посвященный главному значимому событию этого года, 75-летию Победы. Поэтому разметка вся, нанесена, потоки все, безусловно, антисептики все на входе. Происходит индивидуальный замер термометрии, то есть каждому посетителю. Каждому посетителю. При этом сначала утром, естественно, сотрудникам всем измеряется, температура проверяется. Это уже, да, мне кажется, к этому все привыкли. Далее, обязательно, конечно же, все посетители должны иметь маску. Если у вас маски нет, то предоставлена возможность ее приобрести. Ну, вдруг забыли. Так получается иногда, хотя, мне кажется, сейчас уже везде, где мы с масками, такой вариант уже практически невозможен. Далее, у нас везде между посетителями и администраторами стоят защитные экраны, для того, чтобы мы могли приобрести билет, вот, так скажем, бесконтактным образом. Более того, музеи сейчас сделали скидку на приобретение билетов в онлайн-режиме, поэтому призываем всех наших граждан покупать билеты в онлайн-режиме, чтобы предотвратить вот этот еще дополнительный контакт. Далее, группы экскурсионные могут быть не более пяти человек. Это федеральная норма. Вы тут не вправе ничего не имеете? Мы не вправе ничего менять, хотя, возможно, нашей площади музейной позволили бы гораздо большими группами проводить экскурсии. Мы консультировались с Роспотребнадзором по этому поводу, но учитывая то, что это норма федерального уровня, ведь не во всех регионах уже сняты ограничения, то есть они общие. Мы, соответственно, не вправе их увеличивать. Поэтому мы ждем, хотя я знаю, что Министерство культуры уже выступало с такой инициативой, потому что очень многие федеральные музеи сейчас хотели бы Эрмитаж тот же самый, да, с тем, чтобы гораздо больше можно было включать состав экскурсионной группы. Я считаю, что на данный момент у нас около 20 тысяч посещений. Это говорит о том, что люди... Сначала работают. Сначала работают, да. Я считаю, что это факт того, что у нас жители доверяют нам свои вопросы безопасности и очень жажда смотреть выставочные проекты. 1 сентября у нас возобновили работу концертной организации. Как вот там исполняют требования Роспотребнадзора и какие они? Концертная организация и театральная, в принципе, одинаковые. Одинаковые, обстанет для них ограничения. И поэтому, как я уже сказала о том, что продаются у нас билеты в первую очередь с рассадкой через одного. Таким образом, знаете, если к нам будут ходить многодетные семьи, то у нас и посадка будет намного больше заполняемых зала. Поэтому призываем ходить к нам целыми семьями, а не по одному. Конечно же, на входе точно так же просят надеть маску. И маска должна быть у вас на лице все время, когда вы смотрите спектакль и слушаете концерт. Понятно, что везде есть разметка, что вы соблюдали социальную дистанцию. Потому что с группами уже не собирались. То есть я, в принципе, сама присутствовала, естественно, на открытии театрального. Вот на третьем сезоне театрального мы с вами виделись. Вот какие у вас ощущения? Вы все равно и общались с людьми, и видели их реакцию. Вот с предвкушением? С предвкушением. Все очень радостные, все очень счастливы от того, что наконец-то мы открыли все площадки. Люди готовы мириться сейчас и терпеть все неудобства. Потому что, наверное, то ощущение энергии, которую дарят нам артисты вживую на сцене, ее не заменить, как бы мы этого не хотели, онлайн различными трансляциями. Это такая, вы знаете, призрачная замена. Вы даже, я знаю, остались на мюзикл «Восемь женщин». Вы его посмотрели второй раз. Второй раз. Хотелось действительно дарить весь, наверное, свой творческий потенциал, не востребованный за полгода. Они пели совсем по-другому. Не знаю, я по-другому увидела этот спектакль. Он заиграл для меня особыми красками. Хотя вот первый раз у меня там были тоже определенные вопросы. Я их, естественно, задавала. А вот в этот раз я без единого вопроса. А вам не показалось, что все-таки зрителей чуть меньше, чем могло было быть? Что все-таки люди по-прежнему боятся посещать вас? Потому что могло больше поместиться, в принципе, даже со всеми требованиями. Я абсолютно с вами соглашусь. Я специально как раз пришла посмотреть вообще реакцию зрителей, как у нас организованы процессы безопасности, в том числе для себя оценить, почему у нас так произошло. Здесь есть несколько моментов. Первый – это, конечно же, вопрос опасения того, что я могу заразиться. Второй – наверное, его тоже нельзя снимать со счетов. Это уменьшение покупательской способности наших граждан. Потому что тогда, когда у тебя уменьшен, например, уровень доходности, у тебя есть другие приоритеты, но в театр ты пройдешь уже, наверное, в самую последнюю очередь. Это тоже имеет большое значение. В-третьих, мне кажется, жители еще не все были, так скажем, не все вернулись из отпусков, и не все сразу осознали, что это можно делать, можно идти в театр. Потому что сейчас у нас продажи уже увеличились. И, кстати, у нас же была в середине августа ярмарка продаж. Тоже могу констатировать факт, что она не была такой активной, как в предыдущие годы, и те же самые объективные причины. Но наш театр планирует проводить еще различные акции, скидки. И сейчас они очень активную маркетинговую политику проводят. И я хочу сказать, что вот если музей у нас открылся уже на следующий день, то театр и концертные площадки им потребовалось, потому что решение было в середине августа, потребовалось время для того, чтобы они, во-первых, рекламные кампании запустили, информационно насытили. У нас сейчас рынок, чтобы люди узнали об этом, чтобы была возможность приобрести билеты. Поэтому они немножко позднее открылись, с 1 сентября. Ну а вот 7 сентября разрешили также возобновить деятельность культурно-досуговым учреждениям, ДК, сельским клубам. К ним требования такие же, как к театрам, филармониям, или все-таки еще какие-то есть дополнительные пункты? Абсолютно те же самые требования. Плюс есть, например, уточнение по организации работы клубных формирований, потому что у нас в каждом сельском клубе есть свои клубные формирования. То есть для каждого клубного формирования должно быть свое помещение. Расписание должно быть составлено таким образом, чтобы было время для дезинфекции этих помещений после занятий клубного формирования. И максимальное количество, конечно же, человек у нас не может быть больше 50. Ну вот с середины сентября у нас начнут работы учреждения доп. образования. Как там будут проходить занятия? Да, с 15 сентября у нас начинаются наконец-то тоже занятия в детских школах искусств. Хочу отметить, что сезон учебный мы завершили последние два месяца в дистанционном формате. В общей сложности 17 тысяч детей у нас завершили и предпрофессиональные программы, и общеразвивающие программы. Но, вы знаете, это также в какой-то степени открыло новые возможности, потому что, мне кажется, сейчас дистанционный формат обучения, это какой-то инновационный формат вообще образования. Даже в оркестре пошли этот отбор, проходил первый тур онлайн. Первый тур. Вы, кстати, знаете о том, что две девочки у нас из школы Лира, они прошли этот отбор. Вот, кстати, это говорит о том, что ведь они занимались дистанционно. В детских школах искусств, естественно, будут также разведены потоки. То есть детки должны будут переходить в разное время, как и в общеобразовательных школах. А также точно в классах будет минимальное количество учеников, хотя, в принципе, там же очень индивидуальный подход, да. Поэтому, соответственно, конечно же, руководителям и преподавателям пришлось поразмыслить, как выстроить эту работу совсем по-другому. Но я считаю, что сделано очень много усилий, приложено очень много усилий, поэтому и родители, и, конечно же, дети с пониманием относятся. Я считаю, что учебный процесс возобновится практически в полном формате, и надеюсь, что мы не будем уже сейчас больше закрываться в полном объеме. Хотя часть образовательного процесса у нас все равно будет в дистанционном формате. И это нормально, понимаете? То есть это сейчас то направление, которое все равно мы будем развивать. Но в случае обнаружения, например, у кого-то из учащихся коронавируса или там у преподавателя схема такая же, как у учебной образовательной? Да, абсолютно такая же. Мы ее, кстати, полностью взяли. Почему было принято решение о том, чтобы не сразу открывать учреждение доп. образования, чтобы посмотреть, как эти процессы будут налажены, и уже готовую форму перенести потом уже в доды. Новый учебный год же начинается сейчас, насколько я понимаю, в музыкальных школах. Когда я поступала, прием обычно в мае и июне. Нет? Как прием в этом году приходит? Ну, дистанционно. Тоже дистанционно, да. Но, в принципе, количество учащихся такое же. Да, да, у нас очень много вообще на самом деле учащихся, нам даже не хватает на самом деле площадей для того, чтобы всех вместить. И там определенные конкурсы на определенные направления, конечно же, существуют. Ну, то есть, кроме формата, ничего в этом отношении не изменилось кардинально. Но вот, к счастью, вообще сейчас все у нас возвращается, как говорится, на круги своя. Какие мероприятия осени, на ваш взгляд, ни в коем случае к культурному теменцу нельзя пропустить? Ну, однозначно могу сказать, вот, Выше уже ранее говорила о том, что у нас есть фестиваль, Алягельская осень, 30 сентября открывается. Далее у нас состоится премьера с 9 по 11 октября спектакля «Тортюф» по пьесе Мольера. Ставит ее легендарный для нашего теменского региона режиссер Александр Баргман. Я, конечно же, приглашаю всех теменцев обязательно посмотреть эту комедию. Кстати, каждый наш театр подготовил свою премьеру у нас. И Тобольский драматический театр подготовил свою премьеру. Однажды Гоголь вышел из кареты. Тюменский театр «Кукол» готовит премьеру «Храбрый Юрка». Театр «Энгажемент» безусловно готовит премьеру. Кстати, они буквально на днях показали свою премьеру «Самый неизвестный солдат», которая ранее транслировалась в онлайн-режиме. А сейчас они ее покажут уже наконец-то на сцене. Театр, фестивальный театр, вернее, фестивальный проект «Театр Нацифест». Далее, кстати, наконец-то театр танца Дмитрия Ефимова покажет свою «Дракулу», которую он перенес с весны. Будут несколько гастрольных проектов, поэтому «Ночь искусств», «Российская ночь искусств», ну и, конечно... Она пройдет в традиционном формате. Я очень надеюсь, что ничего не помешает ее провести в традиционном формате. Ну и мы, конечно же, уже сейчас продумываем активную, большую новогоднюю праздничную программу, чтобы наши жители к концу года, дай бог, смогли по-настоящему порадоваться предстоящим праздником. Елена Владимировна, спасибо вам большое. Ну, пусть это все свершится, но, чувствую, нас ждет такая золотая творческая осень, полная прекрасных мероприятий, концертов и спектаклей. Действительно яркая и сверкающая. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»